Их миссия сохранить и приумножить культурные ценности белорусов. Сотрудники музейной, театральной, киносферы, музыканты, артисты, художники, работники клубов и учреждения образования сферы культуры, лучших представителей профессии со всей области, сегодня пригласили во дворец, чтобы поздравить и сказать спасибо за их благородный труд. В Гомельской области в сфере культуры работает около 9 тысяч человек. Только в этом году они поставили более 20 премьерных спектаклей, провели 250 концертных программ, свыше полутора тысяч театрально-зрелищных мероприятий и организовали около двух тысяч выставок. За плодотворную работу 24 работника получили почетные грамоты и благодарности. Торжества продолжились в городском центре культуры, где прошел праздничный концерт в честь гомельских деятелей искусства. Руководство города и области, депутаты и актив профсоюзов наградили почетными грамотами и благодарностями 37 работников сферы культуры Гомеля и 6 творческих коллективов. С гастролями в Гомель приехал Белорусский государственный театр «Кукол». Столичные гости привезли два спектакля для детей и взрослых зрителей. Горькая комедия «Пансион Бельведер» была признана критиками одной из лучших белорусских постановок 2017 года. Главные герои – пожилые люди, обитатели пансиона. Они проводят дни согласно расписанию, однако постоянно попадают в комические и трагические ситуации. История рассказана актерами без слов. Маленьких зрителей ждала сказка о таинственной гиппопотам. Кстати, гомельский коллектив театра «Кукол» выступал с обменными гастролями на минской сцене. Молодежный театр Молодежный театр также принимал гостей. С гастролями в Гомель приехал Кишиневский молодежный драмтеатр с улицы Рос имени Юрия Хармелина. Он был основан в 1978 году и с тех пор его репертуар пополнило более 200 постановок. Для детей гости из Молдовы подготовили яркую добрую сказку «Не ежик» по пьесе Анны Богачевой. Взрослым коллектив представил моноспектакль «Цветы для Элджернона» по одноименному роману американского писателя Дэни Лакиза, а также пластическую драму об Эдит Пиаф «Падам-падам». Пусть всегда будет завтра. В библиотеке имени Герцена открылась выставка фотокорреспондента белорусского телеграфного агентства Сергея Холодилина, посвященная его 60-летию. Мастер репортажной фотографии интересуется социальными темами, снимает людей, их быт и работу. С культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Игорь Морищенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Продолжение следует...